Всем здарова народ, с вами Дядя Никит, сегодня у нас с вами будет четверть финал чемпионата мира по футболу своего чемпионата мира. Могу напомнить вам предыдущие итоги, это групповой этап и вот так вот он у вас выглядит на экране, кто вышел в плей-офф, там Бразилия, Голландия, Италия, Аргентина, Россия, Испания, Португалия и конечно же Бельгия. Вот это все четверть финалисты чемпионата мира, они будут играть между собой, первое со вторым местом, второе с первым и определиться победителем с вами по традиции в серии послематчевых пенальти. Но, но, самое что интересно, полуфинальные матчи, я буду играть уже полный матч, то есть не будет уже там в серии пенальти, будет непосредственно полный матч, поэтому прожимайте лайки, сегодня у нас с вами будет четверть финала, поехали. Начинаем нашу серию пенальти, вот уже по традиции и выбираем команды, первый наш с вами четверть финала на сегодняшний игровой день, это конечно же Бразилия будет играть против Италии, я в этом предростоянии буду играть за Бразилию, потому что она мне ближе, она мне приятнее и я бы, ну и в настоящем чемпионате мира, что уж греха таить, я болею за сборную Бразилии, но здесь никаких там не должно быть предпочтений, здесь мы играем честный чемпионат мира. Серия пенальти, и к сожалению или к счастью, одна из этих сборных покинет этот турнир, бразильцы или итальянцы, бразильцы с трудом вышли в плей-офф, вы это помните, мы еще играли тогда серию пенальти с Максоном в реальной жизни, то есть это было летом, и тогда бразильцы победили французов, выбили их из турнира, сделав сенсацию, сейчас они будут первый раз в своей истории играть серию пенальти у меня на канале. Первый удар отбит в сборной Бразилии, и это отбивает мяч Буфон. Обидно, очень обидно, очень жаль, многие писали то, что типа нечестно, потому что ты там мастер пенальти, ты хорошо берешь там и так далее, но я вам так скажу, то что нифига не так, потому что бывают такие случаи, когда действительно даже так бывает, что гениально. 1-1, сравню учет, но мы начали очень плохо эту серию, и стоит мне сейчас ошибиться, сборная Бразилии просто выберет из турнира, блядь, очень рано прыгаю, очень рано прыгаю, мне нельзя проиграть, мне нельзя отпускать сборную Италии далеко, чё я, блядь, делаю, чё я делаю, блядь, у нас с вами сейчас просто сенсация грядет, я говорил то, что у Италии Буфоны, это очень хорошо, и посмотрите просто, что они творят. 3-1, стоит мне сейчас промахнуться хотя бы раз, и всё, и Бразилия вылетает из турнира, так, пиздец, пиздец, пацаны, я не знаю, как это комментировать, 3-1, я в первый раз проигрываю свой чемпионат мира в FIFA, вот именно, который игрался в FIFA, и в итоге вот, сборная Бразилии вылетает из чемпионата мира, сборная Италии сенсационно выбивает сборную Бразилии, отправляется в полуфинал чемпионата мира, кто бы, блядь, мог подумать, я в шоке. Хорошо, ничего страшного, хотя на самом-то деле очень обидно, следующее противостояние, Аргентина-Голландия, второй четвертьфинал на сегодня, и, блин, я надеюсь, что здесь хотя бы без каких-то сенсаций будет. Здесь я буду играть за Голландию, потому что, честно сказать, сборную Аргентину я играл на групповом этапе, и она мне не очень понравилась, я видел просто, как они там играли, и в целом, как бы, ну, я думаю, вы поняли, да? Поэтому буду играть за Голландию, постараюсь сделать еще одну сенсацию, представляете, если Аргентина тоже покинет наш турнир с вами в четвертьфинале, кто бы вообще изначально реально мог так подумать? Против Лионеля Месси у нас на воротах, кто? Вандерсар, по-моему, но это просто бедство, потому что кто? Я еще раз напоминаю, это Лионель Месси. Очень плохо, я сегодня бью пенки, вылетел, и сейчас еще, блядь, не забиваю, это просто трындец какой-то, это просто трындец. Я не понимаю, что происходит, возможно, день не тот или еще что-то, но хотя бы отбил, хотя бы отбил, пожалуйста, пацаны, надо делать, надо... Ой, хорошо, 1-1, Голландия, Голландия еще может, я очень надеюсь, что голландцы... Кстати, в настоящем футболе, в настоящем чемпионате мира, хорошо, в настоящем чемпионате мира сборная Голландии как раз и будет играть против сборной Аргентины. Поэтому вот какой голландец сборной Голландии близка. Давайте сейчас 3 из 3 берем, и у них будет психологический надрыв, я вам это гарантирую. Я вам это гарантирую, психологический надрыв. Просто забиваем, и мы выходим в, так сказать, полуфинал, и мы это делаем. Сборная Голландии сенсационно проходит полуфинал и выбивает сборную Аргентины. Первый полуфинал у нас с вами уже известен, и это будет Италия-Голландия. Кто бы мог вообще подумать. Многие прогнозировали полуфинал Бразилии-Аргентина, но полуфинал Италия-Голландия. Конечно же. Вторые четвертьфиналы, и Россия предстоит сыграть против сборной Бельгии. Только, наверное, уже будет в гостях. Бельгийцы вышли со второго места в группе. Первое место, по-моему, в той группе была Португалия. Да, по-моему, так и логично и было. Бельгийцы попали на россиян. Буду играть, конечно, за Россию, потому что я хочу топить за них, все дела там. Поехали. Белая форма, которая, на самом-то деле, нам реально приносит удачу. И на групповом этапе. И сейчас, вот, предпоследний четвертьфинал чемпионата мира. Бельгия-Россия. Кто же здесь выйдет в полуфинал? Кто будет первым в полуфинале из чемпионата мира? И это очень интересный момент. Россия, ну, очень хорошо прошли групповый этап. Без поражений. Три матча, три победы в группе. Смерти. Так, ну-ка. Хорошо, хорошо, Игорь Акинфеев. Хочешь, чтобы сборная России хотя бы виртуальный чемпионат мира взяла. И кто же это? Это Александр, блядь. Как так-то? Эден Азар, я знаю, я вижу, куда ты пробежешься. Я знаю тебя, блядь. Я чувствую. Блядь, по центру. А что будем мелочиться? Тоже бить по центру, и он это делает идеально. 1-1. Ну, не по Ненко, конечно, как мне писали на стриме, здесь невозможно ее бить. Но по центру, по центру. Кевин Дебрюйне. Разыгрывает просто вратаря и по разным углам. Не хочу, чтобы сборная России выбивала из турнира. Я хочу, чтобы она прошла как можно дальше. Александр Кержаков. Мало того, что здесь будут еще лучшие сборные, так еще будут... Лучший бомбардир, поэтому внимание. Надо считать, потом будут забитые и пропущенные голы. Бельгийцы вообще не останавливаются. Они просто хотят попадать как можно дальше, куда можно. Но сборная России-то, конечно же, не устраивает. 3-3 мы сравним. Сейчас надо отбить и просто забить. Отбить и забить. Пожалуйста. Игорь Экинфеев, ты не раз это делал. И ты сейчас это делаешь, блядь, Игорь. Все, мы в шаге от полуфинала. Как и 4 года назад сборной России. В шаге от полуфинала в матче с кем, неважно с кем. Да, да, блядь, да. Сборная России, пацаны, в полуфинале чемпионата мира. Охренеть. Сборная России в полуфинале своего чемпионата мира. Без поражений. 3-4. 3-4 проходят сборную Бельгии. И сейчас сборная России попадет на победителя пары Португалия-Испания, конечно же. Кстати, это тоже будет в настоящем чемпионате мира это противостояние. Видите, как у нас росло. Последний четвертьфинал на сегодняшний игровой день это Португалия-Испания. Интерес какой? Интерес в том, что это уже как минимум 3 топовые сборные, 4 топовые сборные вылетели в четвертьфинале. И вылетят, потому что либо Португалия, либо Испания, я вам напоминаю. В этом противостоянии я буду играть за Португалию, потому что я хочу, чтобы Криш тоже взял напоследок, может быть, хотя бы полуфинал. Да, хотя бы, да. Но в любом случае, Россия и Португалия, это уже будет жарко. Или Россия и Испания, неужели их опять судьба сведет? Поехали. Помимо того, что еще раз напоминаю, битва за лучшую команду, тут идет еще битва за лучшие бомбардиры. Криштиан Роналду пока что не промахивается с пенальти, и он продолжает это делать. Криштиан Роналду забивает четвертый гол на этом чемпионате мира, и пока что на лучших бомбардирах этого турнира. Но, к сожалению, пока что все равно 1-1. И толку от этого лучшего бомбардира, если Португалия может просто вылететь? Нет, надеюсь, этого не получится, и это не будет. В любом случае, Россия и Португалия, Россия и Испания, эти матчи уже были. И это уже тоже будет интерес подкованный, так сказать, опять по центру, блять. Они все удары бьют по центру. Испанцы. Вас в жизни научилось, что по центру нельзя бить, особенно в матчах со сборной России и Португалии? В любом случае, неужели опять по центру, блять? Нет, мне кажется, сейчас будет в правый угол от вратаря, блять. Нихуя, видите, опять в левый. Последний четверть финал. Кто последнюю путевку в полуфинал заберет? Португальцы или Испанцы. Пока что и не те, и не те не промахиваются. Напоминаю, что Португалия является самой лучшей и сильной сборной по забитым пенальти, потому что по отбитым это была сборная Италии, по забитым это сборная Португалии. Они не промахиваются, практически у них больше всех забитых голов на групповом этапе, и так и получается. 5-3. Сборная Португалии последний полуфиналист чемпионата мира по футболу, и сейчас я буду подводить итоги. 5-3. И Испания, к сожалению, покидает наш свой чемпионат мира. Что мы с вами имеем на данный момент? Сборная Россия со сборной Португалии сражается в полуфинале чемпионата мира, так же, как и сборная Италии со сборной Голландии и Россией с Португалией. Вот, сейчас я точно-точно сказал. Нас ждут интересные полуфиналы, в любом случае сенсации уже произошли. Французы, бельгийцы, испанцы, бразильцы, они уже покинули этот турнир. Уже все, уже не будет такого, знаете, как это было. Поэтому все, с вами был дядя Некит. В полуфинальной матче, как я и обещал, я буду играть настоящим футбольным матчем. Никаких пенальти. Поэтому все, ждем, болеем, надеемся. Если вы хотите, если этот ролик залетит, то мы с вами сделаем еще матч за третье место. В матче за третье место как раз у нас с вами сразятся выбывшие из полуфинала страны. Да, я думаю, вы поняли прекрасно. Поэтому все, один шаг и будет финал. Четверть финала получились реально очень интересные и сенсационные. Всем пока.